Здравствуйте! Это программа День с толком. В студии Татьяна Голубева. Смотрите в этом выпуске. Так усыплять или нет? Спорные законы проект об эвтаназии животных в крае, скорее всего, примут. Запах лишь усиливается. Барнаулиц обнаружил в ленточном бару настоящее болото из жидких отходов. Две недели как алкоголем торгуют до 22 часов. Есть ли уже плюсы для бизнеса в связи с новыми правилами? Сегодня в Барнауле пьяный водитель устроил ДТП на проспекте Калинина. По предварительным данным, 22-летний мужчина на Nissan Sunny допустил столкновение с другим автомобилем, после чего виновник аварии врезался в еще один автомобиль. Машина едва не улетела с моста. В результате ДТП телесные травмы получили водитель автомобиля Toyota Vits и пассажир Nissan Sunny. Они госпитализированы. В отношении виновника ДТП составлен административный материал управления транспортным средством водителям, находящимся в состоянии опьянения. К другой теме Людмилу Авдюхину, бывшего руководителя Барнаульского жилфонда, оставили под арестом в СИЗО. Женщина пробудет до 10 октября. Об этом сообщает Амител. По словам адвоката Авдюхина Николая Городилова, защита подаст апелляцию, так как сейчас практически отсутствуют какие-либо риски для следствия в случае освобождения Авдюхины из СИЗО. Меру пресечения женщине продлили на 24 дня. Напомним, бывшего директора Барнаульского жилфонда подозревают в том, что она присваивала денежные средства клиентов. Причем это были крупные суммы. Задержали Авдюхину в Аргентине. Там она обосновалась в 23 году и зарабатывала тем, что варила блюда русской кухни и продавала их в одном из магазинов. Фасад здания рушится, потолок осыпается. Детская площадка завалена спиленными деревьями. Жители одного из барнаульских многоквартирных домов в центре города переживают за свою судьбу. Без надлежащего содержания дом постепенно приходит в негодность. Юлия Щепина продолжит тему. Она сначала немножко была, там будет один кирпич, а сейчас вот за неделю она вообще обрушилась. Так неделю назад в доме 43 по улице Максима Горького из цоколя здания вывалилась горсть кирпичей. Ранее жители своими силами уже пытались укрепить внешнюю сторону дома монтажной пеной. Жильцы переживают, что это только начало разрушения. Мы приехали 10 лет назад, вот что было, вот только потихонечку все рушится. Что в подъезде, что снаружи, что внутри, что подвал. Вот и все. У людей там крыша где-то протекает и у них потолок обрушился практически. Вот и все. К компанию когда обращались, никакого результата не было. Потолок обрушился и в подъезде год назад. Вот это год назад обрушилось. Они пришли, посмотрели, руками повели и все. Год. За год никто не удосужился элементарно убрать остатки потолка с пола. Состояние подъездов тоже оставляет желать лучшего. Все стены обшарпаны и давно не видели косметического ремонта. Жильцы ждут и просят помощи. Мы ругаться ни с кем не хотим, жаловаться тоже мы не хотим. Мы просто хотим помощи. Это какой помощи? Помощи, чтобы нам сделали ремонт в подъездах сделали. И вот это заделали по всему токольное. Помощи нам надо, кому обратиться. Однако мнения людей о том, кто должен заботиться об имуществе, немного разделились. Ну надо же маленько поддерживать, жильцам-то тоже. Мне не то, что я защищаю этого управляющего. Лет 30, наверное, уже лет 20 в подъездах отбит штукатурка. Можно же самим жильцам это сложиться, потихоньку делать. Хороший дом. Сохранять его только надо. Управляющая компания «Лига», которая обслуживает двухэтажку, сообщает следующее. Они долги оплатят, делаем. У них долгов более 50 тысяч рублей на доме. На обслуживание у нас аварийная служба, паспортный стол и пугалтея выходят. И в договоре обслуживания прописано черным по белому, что работы производятся по мере поступления денежных средств. Это обслуживание, это не управление. Мы домом не управляем. Это их общедомовое имущество. И они его должны содержать. Что касается детской площадки, которая уже год завалена тополями, проблема та же – задолженность. До сих пор 4 тысячи не доплатили по этим прочим расходам. Соответственно, те деньги, которые были заложены на утилизацию, они нам до сих пор не оплачены. Я их из какого кармана должна оплатить и вывезти? Заниматься поиском ответственного за состояние дома можно долго. Однако, как ни крути, без надлежащего содержания он постепенно приходит в негодность. Юлия Щепина, Дмитрий Денисов. День с толком. Будем наблюдать и оценивать. Так прокомментировал изменения, связанные с продажей алкоголя на территории края начальник управления по развитию предпринимательства в Алтайском крае Антон Слободчиков. Напомню, что с 1 сентября в так называемых наливайках, которые расположены в жилых домах, спиртное можно будет продавать лишь до 22 часов. А в торговых сетях время продажи напротив. Алтайские депутаты на час увеличили с 21 до 22 часов. Антон Слободчиков прокомментировал, принесут ли изменения дополнительную прибыль торговому бизнесу. Эти два направления бизнеса уравлены теперь в возможностях своих и конкуренция теперь покажет, кто из них выживет. Мы ожидаем, что и от социальной, в том числе напряженность, в связи с тем, что в этих барах всегда образовывалась, зачастую образовывалась такая напряженная обстановка, снизится. Потому что, ну, часть из них закроется просто объективно, потому что, ну, официально нужно будет купить и дешевле, и, может быть, даже и качественнее спиртное для удовлетворения, так скажем, своих потребностей. В начале октября в Краевом законодательном собрании депутаты рассмотрят вопрос об эвтаназии бродячих собак. Законопроект вызвал множество недовольств от зоозащитников и части депутатов еще в июне, во время первого чтения. Сейчас идею доработали. Какие новые пункты появились, как это отразится на жизни животных и жителей региона, расскажет Данил Кузнецов. Уже на ближайшей сессии АКЗС в повестку вернется законопроект об эвтаназии бродячих собак. В июне мнения депутатов разделились и идею отправили на доработку ко второму чтению. Однако основной тезис остался. Животных будут усыплять в специальных пунктах, если они проявляют немотивированную агрессию. Ну вот, видите, вот у нас пёс Серёга, вот он сейчас лает. С точки зрения вот этого регламента он агрессивный. Потому что там прописано, что если рядом стоит человек, не обращая внимания на собаку, но при этом собака на него лает, то она уже агрессивная. Ну то есть норматив какой-то крайне спорный. На общем собрании депутатов и активистов наконец определили, кто будет решать степень агрессии животного. По идее прислушиваться будут либо к очевидцам и жертвам укусов, либо к специальной комиссии, куда войдут даже зоозащитники. Только вот они есть не во всех районах края, поэтому вместо них могут быть чиновники. Ну в законе прописано о том, что представитель муниципальной власти. Ну соответственно здесь и представители будут администрации, да. Как бы муниципалитетом как раз и на руку в том, чтобы животных истреблять. Тем не менее, шансы на спасение у собак все же есть. Они будут жить в пунктах временного содержания 10 дней. Если за это время хозяин не придет, то дальше не агрессивного животного, либо пристроив добрые руки или приют, либо выпустят обратно на улицу, предварительно стерилизовав. К идее законопроекта жители Барнаула отнеслись по-разному. Эта проблема распространяется в городе повсеместно, на всех улицах, не только в каких-то захолустях, но и в центре города в том числе. Я считаю, жизнь наших детей, людей, она важнее. Человек приоритетнее. Собака должна быть в доме. Если она никому не принадлежит, то это дикое животное. Не жалко их, но и в то же время, когда пугают детей и все это. Да пусть живут собачки. Ладно. Скорее за. А из-за чего? Чтобы детям было безопасно ходить на улице. Мне кажется, больше надо хозяев, которые заводят собак, чтобы ответственность у них была за своих питомцев. Вот чипировать их и прописывать, кто хозяин, чтобы в дальнейшем, в случае бродячества собаки, привлечь этого хозяина к ответственности. Вот и все. Есть в законопроекте и другие положения. Например, об обязательной регистрации домашней собаки. Согласно информации зоозащитников, с 1 января хозяевам будет даваться 30 дней со дня приобретения животного на то, чтобы отметиться у ветеринара. Информация будет вноситься в общий реестр. Кто этого не сделает, может получить административный штраф. Регистрация, вот сам этот процесс регистрации, он бесплатный. Но при этом животное должно иметь какое-то средство меткования. Ну, то есть, чтобы мы отличили вот эту собаку от вот той собаки. Татуировка, да, тату. Там в паху, либо на ушки иногда наносят. Может использоваться чип. Сейчас зоозащитники надеются, что получится добавить в закон обязательную и желательно бесплатную стерилизацию. Кстати, в Барнауле до конца года безвозмездно кастрируют 200 домашних собак. Но это уже в рамках другой программы. Что же касается законопроекта об эвтаназии, его вновь рассмотрят на ближайшей сессии АКЗС, которая состоится уже в начале октября. Данил Кузнецов, Владислав Ковалев. День с толком. Настоящее болото из жидких отходов обнаружил Барнаулец в Ленточном бару. Еще зимой 22-го года горожанин случайно наткнулся здесь на сеть открытых канализационных колодцев. С тех пор запах лишь усилился. С его слов, канализационные воды поднимаются, затапливают местность, а после уходят в Барнаулку. Житель города выяснил, что с жалобами в прокуратуру уже обращалась школа Олимпийского резерва. По его словам, если в колодец упадет собака или человек, то найти и услышать их можно лишь случайно. В Алтайском крае создали кластер «Лесная промышленность Алтайского края». Так в регионе обеспечат подготовку квалифицированных кадров для лесного хозяйства и рост новых учебных мест в образовательных учреждениях. Накануне Дня работников леса и лесоперерабатывающей промышленности, который отмечается 15 сентября, а мы узнали, как именно предприятия, сотрудничая с учебными заведениями, намерены решить проблему дефицита кадров. Подсекай, поднимай, теперь прогоняй. Сначала теория, затем практика. Причем практика не отходя далеко от парты. Новенький симулятор спецтехники для заготовки леса оценили студенты Павловского аграрного техникума. «Работал, пробовал, и настоящую технику видел, и садился в настоящую технику, и все понравилось. Насколько вообще реалистично оборудование?» «На 99% картинки все реалистично. Очень все хорошо, поэтому буду в дальнейшем, возможно, работать». Кстати, преподает лесные дисциплины в Павловском техникуме не просто теоретик, а практик. В недавнем прошлом заместитель директора по лесохозяйственной части местного лесозаготовительного предприятия. Он не понаслышке знает, как работать с данным оборудованием. «Оно учит, получается, работе в лесу на такой технике, как хорвестер и хорвардер. Учит валки, раскрыжевки, разделки, также трилевки ассортиментов. Программное обеспечение позволяет создать все любые условия, такие как туман, дождь, ветер, гроза, в работу в тяжелых условиях, в легких условиях». Оборудование для техникума стоимостью около 10 миллионов рублей приобрела лесная холдинговая компания «Алтайлес». Совместную работу по подготовке кадров промышленник и техникум начали уже несколько лет назад. Ведь основная проблема предприятий – дефицит кадров узконаправленных специальностей. «Двое студентов у нас уже работает и зарекомендовали себя неплохо. Но мы их сначала на симуляторе обучили, не группа, а индивидуально, двух человек. И непосредственно уже обучали потом на технике в лесу. Через два месяца, грубо говоря, они догнали наших старых операторов, которые уже работали на этой технике». Так летом Павловский техникум стал победителем федерального проекта «Профессионалитет». В его рамках создали кластер «Лесная промышленность Алтайского края». А участниками стали четыре крупных предприятия региона и семь образовательных организаций. «В январе 2025 года на счет учреждения поступят 100 миллионов рублей из федерального бюджета. Еще 20 миллионов – это средства краевого бюджета, наши собственные средства и, конечно же, средства работодателей. Все эти деньги будут потрачены на закупку нового, современного оборудования, капитальный ремонт помещений и создание девяти зон по видам работ. И сегодня мы будем учить не только мастеров по лесному хозяйству, а и других специалистов». На сегодняшний день в техникуме по специальности «Мастер по лесному хозяйству» обучается 75 человек. Благодаря этой программе с 1 сентября 2025 года для отрасли лесная промышленность будут обучать около тысячи студентов. Причем новые места для обучения появятся не только в этом СУЗе, но и во всех учреждениях кластера. Юлия Щепина, Владислав Ковалев. День с толком. В Барнауле отремонтируют сразу три участка трамвайных путей. В данном случае речь идет о переездах. К ремонту планируют приступить уже с понедельника. Первыми работы пройдут на площади октября в 12 часов ночи 17 сентября. Как пояснили в МУП «Горэлектротранс», прошлый капитальный ремонт трамвайного переезда проводился в 2011 году. В связи с ремонтом на переезде перекроют движение трамваев по проспекту Ленина от улицы Кулагина до проспекта Строителей, а также по проспекту Красноармейскому от улицы Анатолия до проспекта Строителей в обоих направлениях. Ремонт начнут и на трамвайном узле на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Анатолия. Переезды в районе перекрестка улицы Балтийская и улицы Попова. Подробнее о том, как изменится схема движения общественного транспорта, можно посмотреть на сайте администрации города. Городу Барнаулу выделено более 50 миллионов рублей на проведение капитального ремонта трамвайных переездов. Это позволит нам обезопасить движение наших пассажиров по трамвайным путям на маршрутах городского электрического транспорта. Почувствовать себя настоящим журналистом и попробовать написать новостной текст. Известная на Алтае детско-юношеская газета «Сами» распахнет святая святых. Побывать в редакции на Дне открытых дверей можно будет уже в эти выходные. Подробности в сюжете Марии Костылевой. 33 года назад в Барнауле вышел первый выпуск детско-юношеской газеты «Сами». Это был далекий 1991-й. За это время газета не просто сохранилась, она выросла. Редактор издания вот уже долгие годы неизменно Наталья Юмашева. Газета, которая, ну, казалось бы, кто там обращает внимание на детско-юношескую газету, ну, когда она, в общем, как-то изменяла мир вокруг себя, ну, то есть выполняла ту функцию, которую должна выполнять журналист. То есть вот слово, произнесенное на страницах газеты, меняло мир к лучшему. Было такое в нашей жизни. Неоднократно «Сами» становилась победителем всероссийских и международных конкурсов, в том числе профессиональных. В этом году издание в десятый раз вошло в Золотой фонд прессы России. Ежегодно в этих стенах занимаются порядка сотни ребятишек-журналистов. Их учат не только тексты писать. Мы учим детей и работе в социальных сетях, потому что сейчас это очень важно и очень значимо. И создание мультимедийных каких-то форматов, мы много проектов реализуем мультимедийных. И даже киностудия у нас теперь появилась. То есть ребята у нас и монтируют видео, и записывают, монтируют звук. За все время существования редакция взрастила десятки опытных журналистов, которые работают не только в нашем регионе, но и по всей России. Печатники, радищики, телевизионщики – многие начинали свой путь именно здесь. Три года назад начал и Захар. Говорит, за это время изменилось многое. Я могу разговаривать с людьми, разговаривать с людьми, чтобы они на интервью со мной открылись как-то. О навыках, ну как, внимательность. Что-то можно заметить, что-то, что не видят некоторые другие люди. Что нужно подмечать как-то в тексте, можно потом это интересно обыграть. Ну а, конечно, главное – это заголовок хороший, чтобы он был, чтобы посмотрел человек такой, я хочу это прочитать. День открытых дверей для ребят – отличный повод побольше узнать о профессии. Записаться в корреспонденты можно будет уже в это воскресенье. Всех желающих будут ждать в стенах Барнаульского городского детско-юношеского центра 15 сентября в 14.00. Занятия проводят бесплатно. Мария Костолева, Алексей Фризин. День с толком. День неприятности или пятница 13-я? Многие верят, в пятницу 13-го нужно быть на чеку, готовым к любым ситуациям. Мы решили узнать, как барнаульцы относятся к этому необычному дню. Не нужно даже в суеверии думать, нужно думать о настоящем. Пятница 13-я – это рождение моего ребенка. Вау! Да, вот. Поэтому пятница 13-я – это у нас как талисман, это счастливый день. Если честно, крайне суеверный. Пятница 13-я было пару моментов крайне неприятных. Верю до сих пор. Даже верю в черную кошку и так далее. Поэтому сегодня на больничном вышел на работу, чтобы дома ничего не было. Тупо в кабинете отсижусь, отработаю, хотя сегодня выходной. Я в детстве занимался мотокроссом очень много. И два раза именно пятница 13-я – это единственная за всю мою жизнь ДТП. Поэтому пятница 13-я – это я за руль не сажусь. Принципиально. Даже так. Так что это – хорошего дня. Мне кажется, не нужно верить. Зачем, не знаю, мозги, так скажем, в себе пудрить. И мне кажется, что нужно верить просто в хорошее. Нет, не верю. Думаю, мы сами можем управлять своей судьбой. А во что верите вы? Ну, я верю в себя. Это главное. А у меня на этом все новости. Если у вас есть интересные и актуальные темы, звоните на телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компании «Валар» мира. И добра всем. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok